Ракель Паласио 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 имеет удивительное, просто чудесное окончание. Вот в этой школе, в которой учился Август, есть такая замечательная традиция. На последнем собрании всей школы выбирается самый выдающийся ученик. И в этом году такое звание самого выдающегося ученика года получает наш герой Август Полман. Как сказал директор, за ту тихую силу, которая изменила очень многие сердца. Очень непростой был год у нашего героя, но он смог сделать так, что ребята перестали его сторониться, что они стали стремиться подружиться с ним, потому что увидели, насколько он хороший, насколько он замечательный, насколько он добрый. Они просто перестали обращать внимание на его внешность. И эта книга, на мой взгляд, может просто стать настольной книгой для каждого, не только для ребенка. Возрастной цензу этой книги 12+, мне кажется, что даже взрослым людям очень важно понимать, что любые наши «не могу», «у меня не получается», «это невозможно» становится возможным, потому что мы можем в этом мире очень многое сделать. Эта книга о том, что важно научиться жить в этом мире рядом с другими людьми, которые на тебя не похожи. Они нисколько не хуже тебя, они просто другие. У нас один, единственный мир. И если мы научимся быть людьми, относиться по-человечески к каждому, кто находится рядом с нами, наш мир станет гораздо добрее и чудесней. Нет, все не случайно. Вселенная оберегает, заботится о самых хрупких созданиях. Пусть мы этого и не видим. Например, она посылает тебе родителей, которые слепо тебя обожают, и старшую сестру, и мальчишку, которого из-за тебя травят, но он все равно с тобой дружит. Может, это и лотерея? Но в конечном счете Вселенная все уравновешивает. Вселенная заботится обо всех своих птенцах. Эрджей Паласио. Чудо. Рекомендую. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...